Но в начале Осло, там сегодня проходит второй финал Евровидения, за которым в России наблюдают спокойно, потому что наш участник Пётр Налич уже обеспечил себе место в финале. Все ждут политически окрашенного музыкального противостояния между участниками из Армении и Азербайджана. Ну а о фаворитах и фаворитках мы сейчас поговорим с человеком, из-за которого этот конкурс, собственно, и проходит в Осло. Это Александр Рыбак. Саш, я надеюсь, вы меня слышите. Кто больше всего вам нравится из участников? Ох, мне с самого начала нравилась Лена. И сейчас тоже нравится. Но она просто самая милая из всех. Я даже не знаю, есть у нее парень, нет. Саша, а что касается вот этого противостояния между Арменией и Азербайджаном, правда там к этому всему так серьезно относятся? Много политики на конкурсе? Ой, Израиль, да? Нет, Армения и Азербайджан. Армения и Азербайджан. Нет, мы... Я предлагаю... Ой, здесь огромное эко. Ну ладно. Я только знаю про Израиль, что очень много демонстрантов против израильской песни, а вот Азербайджан и Армения ничего не слышал об этом. Все только очень болеют за Азербайджан здесь. Саша, а кто фаворит конкурса? Мой? Ну... Германия, конечно. Хорошо, Саша, я вначале нарочно... А в Нурвегии не знаю. Ага. Я вначале, Саша, нарочно спросил, кто вам нравится из участников, потому что сегодня появилась странная новость, что якобы вы больше не скрываете, что вы гей. Надеюсь, вас не обидел мой вопрос. Что я что? Вы можете как-то прокомментировать эти слухи, что вы гей, что вы как бы исповедуете нетрадиционную ориентацию? Это... Знаете что, это вообще-то довольно трудно, потому что сплетни, конечно, разные о мне. Например, в Греции я уже женат, в Швеции я новую бэнд начал, рок-бэнд, да, а в России я уже гей. Ну ладно, интересно. Я могу, знаешь, тебе номер дать, не знаю, 20-30 девушек, которые тебе могут доказать, что я не... Ну ладно, потом, после эфира. Сейчас я буду смотреть полуфинал. Отлично, но можем тогда считать эти странные слухи опровергнутыми. Хорошо, Саш, но может быть это корректно, может быть нет, но все равно понятно, что личная жизнь такого артиста, как ты, всех очень интересует. Те самые 20-30 девушек, с кем-то из них у тебя есть постоянные отношения? Ну, девушка только что меня покинула сейчас, так что я холостой. Но в первый раз в жизни я холостой с хорошим самочувствием, потому что она меня покинула, а не я, понимаешь? И я все правильно сделал, я очень так хорошо относился к ней, подарки дарил, песни пел. Так что очень странное чувство, но я рад. А ты рад? Саш, ну во всяком случае можно за тебя порадоваться, потому что я думаю, что это признание, которое сейчас прозвучало, это хорошая новость в нашем выпуске для всех твоих поклонниц, раз они знают, что твое сердце свободное. Я правильно тебя понял? Грустное, но свободное. Так как нам нравится, да. Хорошо, спасибо, Саша. Очень приятно с тобой пообщаться. Взаимно, взаимно. Это был Александр Рыбак из Осло, человек, благодаря которому Евровидение проходит именно в Норвегии. Он сегодня развеял сомнения многочисленных поклонников и поклонниц.